Поздравляем! Вы купили автоматическую машину для затачивания ножевых блоков, разработанную и построенную с применением современных технологий. Это руководство поможет вам использовать и обслуживать машину. Для вашей безопасности машина была заранее смонтирована и отрегулирована на фабрике и не требует регулировки рукояток или магнитных держателей. Перед подготовкой диска к работе снимите защитную крышку и используйте картонные листы для защиты от возможного разбрызгивания капель масла. Для равномерного покрытия диска маслом используйте зубную щетку. Коснитесь щетинами зубной щетки внутреннего края рабочей поверхности диска и подливая масло на щетинке, медленно перемещайте щетку к внешнему краю рабочей поверхности диска до равномерного покрытия маслом всей рабочей поверхности. Выключите машину и удалите защитные листы. Рассытьте абразив на поверхности диска. Втирайте его специальной губкой из комплекта, делая последовательные круговые движения, стараясь заполнить все углубления в диске. Распылите масляный аэрозоль из комплекта на обработанную поверхность диска. Включите машину. Если поверхность однородно и равномерно покрыта, излишки масла будут удалены дисковым вращением. Используйте изношенный ножевой блок для первой притирки. Поместите его в держатель гребенки и позвольте затачиваться в течение 30 секунд. После первого затачивания примените масляный аэрозоль и повторно нанесите абразив, как было описано ранее. Разберите ножевой блок перед затачиванием. Тщательно очистите его, особенно между зубцами гребенки и резаком. Используя микрометр, измерьте гребенку. Для этого вставьте гребенку на измерительную поверхность датчика, совместив поддерживающие направляющие с отверстиями в гребенке. Прижмите гребенку к поверхности датчика против направляющих. Совместите точку 0 на циферблате с показаниями стрелки датчика. Зафиксировав диск, используйте проставки разного размера для изменения высоты гребенки. Отрегулируйте выступ штифта и магнитного держателя гребенки. Если они слишком коротки, ослабьте замок направляющего штифта и откорректируйте длины выступов. Используйте проставки согласно таблице 1 из руководства по эксплуатации. Поместите проставку вовнутрь четырех магнитов под двумя направляющими штифтами поддержки гребенки. Зафиксировав диск, мягко опустите рукоятку на диск, не позволяя штифтам касаться поверхности. Ослабьте барашковые гайки, закрепляющие подстраиваемые магнитные держатели, которые держат гребенку во время затачивания. Мягко потяните вниз, чтобы два магнитных держателя опустились непосредственно на проставку. Жестко закрепите барашковые гайки и поднимите рукоятку. Снимите проставку, двигая ее вниз и оставьте рукоятку поднятой в нерабочем положении. Поместите гребенку и резак в их соответствующих поддержках на держателях автоматического устройства, оставляя держатели поднятыми. Гребенка должна стоять зубцами вниз, резак должен стоять зубцами вверх. Включите диск, выключатель расположен справа, и ждите, пока диск не достигнет максимальной скорости вращения. Затем включите автоматический двигатель, выключатель расположен левее. Опустите держатели гребенки, а затем резака, и выполняйте затачивание в течение 20 секунд. После выполнения затачивания ножи должны быть подняты без малейшего наклона. То есть они должны быть подняты в том же параллельном положении относительно диска, в котором затачивались. Любой наклон ножа может ощутимо повлиять на качество затачивания, вплоть до приведения ножа в негодность. Очистите гребенку от стружек и установите ее на микрометр, чтобы просчитать стачивание. Каждое деление датчика соответствует 0,01 мм стачивания. Правильно заточенный ножевой блок характеризуется стачиванием на 2,5-4 деления, согласно показаниям микрометра. Тестовый блок позволяет достоверно определить качество затачивания ножевого блока. Поместите гребенку в центр блока и удерживая ножевой блок указательным пальцем, надавливая средним и безымянным пальцами, рисуйте восьмерку 20-30 раз. Попытайтесь достичь наилучшего отражения и увидеть, достигает ли затененная поверхность всех зубцов, рисуя короткую арку с ее токенциальным пунктом в центре лезвия. Самая эффективная чистка ножевого блока после затачивания достигается обработкой скипидаром в трех контейнерах. Первый контейнер удаления видимых стружек, второй контейнер первое ополаскивание, третий контейнер второе ополаскивание. Второе ополаскивание всегда производится в отдельном контейнере, чтобы исключить появление абразива или стружки на заточенной части. Если у вас нет скипидара, используйте растворитель хорошего качества. При работе с ножевыми блоками всегда старайтесь использовать чистую, не пушистую ткань. Смажьте каждую точку трения между гребенкой и резаком одной каплей масла, предварительно очистив и высушив ножевой блок. Аналогичным образом смажьте щели резака или нейлоновую направляющую. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...